МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемый Баглан Курганбекович, согласно пункту 9 правил выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности, больничные листы выдаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Согласно статье 38 Гражданского кодекса, юридическое лицо имеет свое наименование, позволяющее отличить его от других юрлиц. В этой связи считаем, что работодатель вправе отказать работнику в приеме больничного листа, оформленного с ошибками. Кроме того, отмечаем, в лист о временной нетрудоспособности допускается внесение исправлений. Они говариваются на полях за подписью медицинского работника и заверяются печатью медицинского учреждения. Лист о временной нетрудоспособности выдается врачом под контролем заведующего отделения. И выдается лист о временной нетрудоспособности. Синтрализованно в каждом медучреждении имеется кабинет выдачи листа о временной нетрудоспособности, или, как говорят в народе, больничного листа. Печать которой и штампик медицинского учреждения, который обозначается на листе, они все хранятся в этом кабинете или в отделении, где выдается этот больничный лист. И отвечает один человек. Поэтому утечки печати, что где-то гуляете, или штампик, этого не должно быть. Кроме этого, в каждом медучреждении работает служба внутреннего аудита, которая анализирует, проверяет обоснованность. Если у работодателя будут какие-то сомнения в отношении подлинности больничного листа, тогда они могут в письменной или устной форме сделать запрос в данный медучреждение и получить ответ соответствующий обоснованности и выдачи данного листа данному пациенту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!